Джибути, Восточная Африка Афар Для народа Афар обычное дело предложить гостю верблюжье молоко, которое, как правило, подается в плоской посуде. Отказаться от такого угощения считается грубостью. Народ Афар живет в низинах треугольника, охватывающего части Джибути, Эфиопии и Эритреи. Жара и засуха диктуют свои условия для Афар, которые чтят вековые традиции, перемещаясь со своими стадами с одного места на другое. Будучи мусульманами и пользуясь славой бесстрашных воинов, народ Афар ревностно защищал свою страну на протяжении столетий. Более полутора миллионов Афар оказались вне своей социальной среды из-за разделения национальных границ и нескольких воин на своей территории. Засуха и нехватка воды заставили их искать пристанище в других городах, где они живут как меньшинство среди других этнических групп. Будучи в прошлом славными воинами и пастухами, Афар сегодня уже не имеет политического влияния и автономии. Несколько десятилетий назад весть о спасении достигла Афар, и Библия была переведена на их родной язык. Но, к сожалению, сердца людей оставались по-прежнему закрытыми. Однако за последние несколько лет в этом народе начали происходить чудеса, и Афар стали обращаться ко Христу через сны и видения. Хотя при этом среди верующих все еще существует замкнутость и разобщенность. Среди Афар должно возрасти доверие друг к другу, как в одной Божьей семье. Часто новообращенные сталкиваются с преследованием со стороны семьи и государства. Несмотря на это, верующие храбро продолжают нести весть о Христе. О чем молиться? Молитесь за Афару веровавших из мусульман, за их отношения и доверие друг к другу. Молитесь за мудрость служителей, наставляющих новообращенных Афар. Молитесь за благословение земли, за пастбища и водоемы, необходимые для жизни Афар.